Во Владикавказе покупатели одного из торговых центров устроили драку. Причиной драки послужила рекламная акция, придуманная маркетологами магазина «Одна вещь за один рубль». Я просто предлагаю посмотреть вам эти замечательные кадры и возгордиться так же, как возгордился некоторое время назад я, когда увидел это позорище впервые. Господа, скажите честно, ну разве вы не ощущаете в данный момент прилива гордости? Такого, знаете, когда аж дух захватывает. Это же великие граждане, в великой стране, отцы и деды которых победили в самой страшной войне в истории человечества. Граждане страны, покорившие космос. Граждане страны, помогающие всему миру. Граждане, которым ежедневно рассказывают по телевизору о нашем могуществе и несгибаемом характере. Будто звери какие-то бездомные, как коты помойные. Люди унижаются из-за дешевого китайского барахла. Точно сверхдержава. По-другому и не скажешь. Начинаем. Это Трон. Новая и очень крутая стратегическая игрушка. Играть в нее я начал пару месяцев назад. И что могу сказать? Игра нереальная. Стоящая, классная, одна из лучших, которые мне попадались в последнее время. Современная впечатляющая графика. Можно бомбить, воевать, союзничать. Каждый решит для себя сам. Знакомься с другими геймерами со всего мира. Объединяйся, например, со мной. Или присоединяйся к какому-то ордену, хотя можешь и собственный создать. Завоюй трон и управляй целым королевством. С собственными городами. Многочисленными армиями. Улучшай свои стратегические навыки. Меняйся ресурсами с соратниками. Натренируй как следует своих бойцов. Вооружи героя по последнему слову. И захвати крепость королей. Регистрация, кстати, абсолютно бесплатная. А так как игра браузерная, ее не нужно скачивать. И забивайте место на жестком диске. В общем, если еще кто-то не знаком с троном, сейчас самое время познакомиться. Переходи по моей ссылке в описании к этому видео. Зарегистрируйся и получи приз 200 золотых монет. Окунись в мир рыцарских батарей. Насладись графикой на большом экране. Короче, жми уже на эту ссылку. Не пожалеешь. А правительство Дмитрия Медведева выделит 26 миллионов рублей на закупку лекарств для детей больных эпилепсией. Речь идет о препаратах, которые на территории нашей страны не продаются. Их забыли внести в перечень разрешенных. Но некоторым больным, особенно детям, такие медикаменты жизненно необходимы. Отечественного аналога в принципе не существует. После серии скандалов, которые попали в том числе в зарубежную прессу, это когда родители заказывали за границей нужные лекарства тайно, попадались и привлекались затем к ответственности в ведомстве. Мистера выдержитесь. Здесь наконец озадачились проблемы. Хотя, уверен, просто позориться не захотели на весь мир. Но согласитесь, ситуация более чем дурацкая. У человека болеет ребенок. Нужен определенный препарат. В России, повторюсь, препарата нет. Человек заказывает лекарство на Западе и тут же становится преступником. Причем это вполне себе легальное лекарство, разрешенное во всем мире. Ну не бред. Короче, поняли ребята, что сами напортачили. Решили дать взад и даже денег из резерва выделить на это доброе дело. Расщедрились. 26 миллионов рублей. Напомню, Минпромторг получит из казны. В смысле, на закупку буржуйских пилюль. Он не может взять игрушку, не может ничего сказать, когда сильные судороги, все тело Арсения пронзает болью. Екатерина видит это, но помочь сыну не в силах. Я своему ребенку на данный момент приношу адскую боль, дальше продолжаю его колоть и жду, когда придут клизмы, чтобы спокойно жить дома. Официально купить микроклизмы с диазепамом в России нельзя. Год назад Екатерина как-то сумела это сделать, но тогда на нее завели уголовное дело. Обвинение потом сняли, проблема осталась. Диазепам в микроклизмах, третий год о нем говорят. И где он? Под дулом пистолета, да, вынуждены ходить и покупать это все. Ну что это такое? Как так можно? Оливии нужен не только диазепам. Сильные приступы эпилепсии снимает фризиум. Препарат запрещен в России. Врачи шарахаются от этого названия. Но иногда врачи там на ухо могут сказать, что вы знаете, вот хорошо было бы клобазам. Зато, господа, на борьбу со своим народом наша власть денег не жалеет, да и кота за хвост годами не тянет, как в случае с больными детишками. Но все же помнят тренд минувшего лета. Бесконечные акции протеста по всей стране. Десятки тысяч недовольных на улицах. Полицейские и росгвардейцы кулаками и дубинами махали без выходных, без проходных. Судьи по субботам и воскресеньям обвинительные приговоры особо опасным тинейджерам, блогерам, пользователям соцсетей и митингующим шлепали. Пачками ведь такие приговоры клепались, да по горячим следам. В начале августа митинг прошел, а уже через две недели человек, которого там задержали, на четыре года в ГУЛАГ поехал. Котов, это тест. Это тест нашего общества. Это тест всех активистов. Вам дают понять, нечего ходить на улицу с своими плакатами. Сидите дома. Илья, где ты, Илюха? Илья! Но не об этом хотел сказать. Уже в начале сентября стало известно о том, что мэрия Москвы, а в столице традиционно проходили самые масштабные митинги, выделила аж 260 миллионов для усиления наблюдения за массовыми мероприятиями. На большого брата, короче, эту кучу бабла потратят, который за всеми нами следить должен во время протестов, помогать в возбуждении уголовных и административных дел в отношении наиболее активных. Но, россиян, возникает вопрос, откуда у Москвы столько денег? Потому что мы производим больше 20% валового регионального продукта страны. Больше 20% валового регионального продукта страны. Это какого, интересно, продукта? Отмытых коррупционных денег, паразитов чиновников, взяточников министров и депутатов, представителей золотой молодежи или посредников-бездельников? Ладно, дальше поехали. Я к чему, друзья, весь этот спич-то затеял. На несчастных детишек у этих, язык как-то не поворачивается их слугами народа назвать, так вот, на детишек у этих денег нет. 26 миллионов кое-как наскребли, два года изыскивали возможность, ага. Зато на полицейщину четверть миллиарда нашлось в мгновение ока по щелчку пальцев. И это еще не все. Об администрации президента и Минкомсвязи хотят знать, что россияне смотрят и читают в Рунете. Причем хотят знать не приблизительно, а точно по этому поводу. В данный момент в высоких кабинетах обсуждается создание некой государственной системы учета интернет-трафика, которая сможет отслеживать любого пользователя. Как все это должно работать, пока никто не знает, и я зато знаю другое. Стоить это будет не 26 миллионов и даже не 260, а гораздо больше. И я думаю, там о десятках миллиардах речь пойдет. Это вам не... Просто денег нет. Значит, найдем деньги, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Впрочем, полулегально, в смысле за черный нал, за взятки и так далее, Рунет сегодня и так контролируется. Неважно, о каких площадках идет речь, будь то полностью подконтрольные Кремлю и прогнившие насквозь вот наклассники, или как будто бы независимый американский Google и YouTube рулит-то процессом в конечном итоге модератор, а он живой человек. Предложи ему копеечку, пусть даже украденную у его же родной мамы, и он сделает все, что нужно заказчику. Вот выборы в выходные проходили, в соцсетях всех оппозиционных журналистов и блогеров задавили. Даже те, кто обычно в топах присутствуют, не то что в топы, вообще никуда не попали, их собственные зрители-читатели не были в курсе. Чуть блогеры там пишут и вещают, в данный момент вот такая вот цензура. Хотя, с другой стороны, а кто эту цензуру за взятки-то обеспечивает? Твой сосед, твой брат, твой сват. Вот сейчас хочу показать вам один видеоролик, который за 30 секунд объяснит всю суть среднестатистического россиянина сегодняшнего. Скажите, кто, по вашему мнению, виновен во многих проблемах России? Во многих проблемах России? Да. Какие проблемы? Ну, например, низкий уровень жизни. Низкий уровень жизни? Люди, если хотят, они делают. А как же уровень безработицы? Человек, если хочет, он встает на свои ножки, идет и работает, и находит возможности. А если нет рабочих мест? Почитайте книгу «Богатый папа, бедный папа». Я изможности всюду. Скажите, а где вы работаете? Я вам не скажу. Почему? Потому что я не работаю. И у меня все прекрасно. Как-то так. Ну и готовьтесь. Видимо, в обозримом будущем удавку затянут еще сильнее. Кого винить? Да только себя любимых. Наглядный пример был только что. Все. А это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на мою YouTube-страничку сверху. Заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова